Церковные традиции и библейские правила Ну а о чем мы будем вести речь? Почему церковные правила и традиции важны? Такой вопрос. Или еще один вопрос. Как они, то есть эти правила и традиции, относятся с библейскими истинами? Как быть с теми вопросами, о которых нет прямого в повелении Библии? Ну то есть традиция есть, правила есть, а вроде как в Библии не день написано. Часто это стало таким, ну как бы такой проблемой, или вопросы часто задают. А вот это мы делаем, а где это написано? Почему это возникло вдруг, правило в церкви? Ну не секрет, братья и сестры, те, кто приходят в церковь, они сталкиваются с разного рода решениями, правилами и запретами. Что-то мы легко воспринимаем, соглашаемся, а где-то бывает, нас какой-то запрет или правило напрягает, создает какой-то дискомфорт, нам не нравится, так бывает. Знаете, друзья, все церковные учения, все церковные учения, все, что мы слышим, видим в церкви, с чем соприкасаемся, можно разделить на три категории, я бы так разделил. Это вероучение или догматика, это церковные правила, второе. Первое – это вероучение или догматика, второе – это церковные правила, и третье – это церковные традиции. Вот я бы хотел, чтобы мы немножко вот как бы каждый этот момент рассмотрели, что такое вероучение, что такое церковное правило и что такое церковные традиции. Я хочу дать определение этим всем вещам, примеры приведем, ну и может даже обсудим с вами, чтобы у вас, если есть вопросы, если есть какое-то внутреннее напряжение или несогласие, было бы неплохо поговорить. Может быть мы в течение этого часа поговорим, может быть какие-то вопросы останутся, можно потом поговорить, но главное, чтобы вопросы снялись, то есть есть здесь братья, с кем можно эти вопросы обсудить, чтобы мы служили Господу в свободе духа, а не в каком-то внутреннем напряжении или каком-то, знаете, противоречии. Вот, ну давайте начнем с вероучения. Я бы сразу отметил, что вероучение – это самое первое и самое главное, это основа нашей христианской жизни. Что такое вероучение? Это набор, я не скажу, определений, это набор догматических определений, раскрывающих основные вопросы нашей веры. Или еще, это сформулированные людьми истины, которые содержатся в Библии. Вот, что касается вероучения, кстати, вот я с собой взял, вот, у меня такая есть брошюрка, здесь, правда, как бы три брошюрки в одной, три в одном. Вот в середине написано «Вероучение». Когда-то, когда зародилось евангельско-баптистское братство вообще в России, еще в царское время, когда появилось это братство, то приняли на вооружение, как бы взяли вероучение, которое разработал Герхард Онкин. Это немецкий проповедник, баптист по вероисповеданию. Он разработал. Потом какое-то время прошло, это вероучение пересмотрели, оно не согласовалось с некоторыми вопросами библейскими, то есть там были некоторые идеи кальвинизма. И тогда было принято, как бы, и пользовались евангельские христиане-баптисты Всесоюзного Совета Союза Церквей и нашего Совета Церквей было вероучение, разработанное Иваном Вениамильевичем Каргелем. А вот в моих руках, вот здесь написано, вероучение. Это вероучение, которое уже разработано в нашем братстве и принято и утверждено на одном из съездов в 97-м году, 9 октября 97-го года, оно было утверждено. Что оно в себе содержит, как я вот сказал? Что это? Это набор догматических определений. Это сформулировано людьми истины. Ну вот, что здесь мы находим? Какие истины? Ну, например, о браке и семье, о воскресении мертвых, об вдохновенности Писания. То есть, такие вещи, которые, как бы, в основном не вызывают споров. То есть, о вероучении практически не спорят. Почему не спорят? Два здесь момента важных. Первый момент это такой, что, когда создается, формулируется вероучение, какая-то догма, то вот так написано тезис, догма, выражение или истина, и обязательно тексты Священного Писания, которые взяты, тексты из Библии, и они, ну, недвусмысленные, однозначные и очень понятные. И тут, куда спорить, некуда. Это одна из причин, почему вероучение не спорят. То есть, вот Библия, вот отсюда взято, вот черным по белому написано, Бог вот такой, чтобы спастись, нужно рождение свыше получить, и так дальше, дальше. Чтобы войти в церковь, нужно крещение принять, и так дальше, дальше. То есть, вот эти догмы, вот эти вероучительные догмы, они не оспарятся. И еще одна причина, почему? Потому что здесь вероучение содержит общие вопросы, вот я подчеркиваю это слово, общие вопросы веры, и не детализирует их. То есть, детально не рассматривает, как бы не привязывает их к практике жизни. В основном, в вероучении этого нет, а в общем взгляд, на какие-то определенные большие темы, которые освещаются в Библии. И вот поэтому здесь не спорят. И поэтому, братья и сестры, есть союзы, например, союзы евангельских христиан и баптистов, ну, допустим, Международный совет церквей, и есть, ну, там, российский, как мы просто называем, вот мы отделенные, а вот есть регистрированные, или регистрированные, и нерегистрированные. У нас вероучение или догматика, можно сказать, одна, а практика жизни разнится. И вот смотрите, как оно выглядит на практике. Как оно выглядит? Вот, например, дипломированный какой-то пастор, который закончил этот колледж, который вот, ну, знает очень хорошо вероучение, он выучился, он получает за это зарплату, за свое служение проповедника. Он, например, выходит за кафедру, и у него проповедь на тему «Не любите мира, а не того, что в мире». Ну, тема взятая из Библии, он эту тему берет, и минут сорок-пятьдесят раскрывает о спасении, о том, что это такое мир, о том, как это, что значит любить, не любить. В общем, он говорит, 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 а потом в заключении он делает такой вывод. А теперь, братья и сестры, вы идите с миром домой, и пусть Бог вас научит, как это на практике не любить мира. В общем, он как бы объяснил, но не конкретизировал ничего в своей проповеди. А как проповедуют у нас? Наши простые, недипломированные братья, вот даже, может быть, не учился на библейских курсах, он просто читает тот же текст «Не любите мира, а не того, что в мире». Братья и сестры, что значит не любить мир? Это значит не смотреть телевизор. Это значит не ходить на дискотеку. Что значит? Это значит не краситься, не употреблять косметику, не любить мира, а не того, что в мире. Вы видите разницу? Вероучение одно, а практика жизни другая. Почему? Нет детализации. Так вот, братья и сестры, мы сейчас перейдем к следующему моменту. Вот церковные правила, которые вызывают споры и разномыслие в нашей среде. Что такое церковные правила? Церковные правила – это кратко сформулированные правила поведения членов церкви в различных жизненных ситуациях. Теперь вопрос возникает – как они появляются? Откуда они вообще берутся? Я, братья и сестры, отметил два момента, как появляются. Я исследовал этот вопрос, размышлял долго над этим. И я себе два момента хочу отметить. В основу этих правил что положено? Первое – ясное учение священного писания по тем или иным вопросам практической жизни христиан. То есть, еще раз повторю, ясное учение священного писания. То есть, нельзя сказать, что церковные правила, они вот на пустом месте возникли и никакого основания не имеют. Иногда говорят, что нет такого. Но на самом деле, вот есть очень много, давайте мы даже с вами вспомним. Вот практика наших богослужений. Существует определенная традиция, как организованы наши собрания. Вот смотрите, братья и сестры, вот есть, например, сейчас мы, есть возможность и видеть, и слышать, и ездить, и посещать, и за границу. Вот, например, есть одна пастерская проповедь. Есть такая традиция, такой вид богослужений, когда есть пастерская проповедь. Вышел пастор, один говорит 50 минут, и сам потом еще и помолился. Вот такая практика, такая традиция. У нас какая традиция? Как у нас проходит в основном богослужение? Вот у меня вопрос, Вениамин. Сколько у нас обычно проповедей? Две-три. А еще что, кроме проповедей у нас есть? Участие у нас есть. Молитва есть. Теперь у меня вопрос. Вот мы можем найти в Священном Писании подтверждение, что так оно правильно. Как все-таки правильно? Как у тех, где одна проповедь, или где две-три, и где участие? Есть в Священном Писании об этом, на эту тему указания? Порознь. 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 Вот мы на библейских курсах, кто с братьями, кто братья учились, мы по урокам, на уроке гаммелетики, мы... Я давал задание, 14-я глава первого послания Коринфянам, выписать оттуда правила проповедования. И мы там находим, что, оказывается, апостол Павел, то есть корни нашей традиции, вот кажется, это традиция, у них традиция одна проповедь, а у нас традиция три проповеди. Говорят так. Нет. Оказывается, корни нашей традиции, они оттуда, из глубины идут, от апостола Павла, и причем, более того, когда апостол Павел 14-ю главу заканчивает, он там интересную вещь говорит, он говорит, это что, Петя? Он об этом всем, что сказал, он потом скажет, что это? Это заповеди Господние. Он говорит, мы спорить не будем, но я вам скажу, что то, что я сейчас вам сказал, это заповеди Господние. И он там говорит, что когда вы сходитесь, у кого есть псалом, у кого есть там наставление, поучение, то есть один стих выучил, другой приготовил там групповое пение, сольное пение. А проповеди, он говорит, пророки два, много три. Ну, конечно, порознь, конечно, порознь. Ну, мы же не пятидесятники, где все хором. Итак, друзья, вот смотрите, я вам сейчас как бы расклад даю, что все же таким правило или традиция, которая сложилась, например, в проведении наших богослужений, она взята из Священного Писания. Не так, что вот на пустом месте возникло, кто-то придумал, нет. Конкретные тексты. Еще у меня вопрос, молитва. Вот положение, ну, более конкретно такой вопрос, положение нашего тела вот во время молитвы. Как мы совершаем молитву? Вот есть такая практика, опять же, в западных церквах, там, в евангельских, христианских церквах люди молятся сиди. Говорят, это такая традиция, а мы встаем на колени. Говорят, а у вас такая традиция. Ну, мы можем обосновать Писанием, почему все-таки мы задаем вопрос, а почему у них такая традиция, а у нас такая? Где они взяли свою традицию, откуда мы взяли свою? Как вы думаете? На дереву преклонили колено и помолили. Ну, братья, я знаю, а сестры? Вообще, можно привести пример, где люди сидя молились? Ну, я думаю, что нет таких примеров. А где написано, встал, вот, что колено преклоненная молитва, эта молитва, она как бы во многих, во многих местах Священного Писания, Ветхого и Нового Завета показана. Уже, конечно, что больше относится к форме или к традиции, это относится уже, наверное, больше, знаете, к чему? Ну, например, написано, встал и поднял руки, то есть молился с поднятыми руками. Но у нас так не принято. А мы как? У нас какая традиция, если уж взять нашу? Руки сложил и что? Глаза закрыл. И мы так с детей и учим. Но это уже наша традиция. А молиться, колено преклоненное или молиться стоя, это источник этого, ну, этого правила, что ли. Он-то взят из Библии, он не выдуман. А какие-то вот эти детали или форма нашего поведения во время молитвы, оно уже возможно как традиция. Ну, вот пару примеров. Теперь еще, братья и сестры, ну, значит, первое. Так, в основу правил положено ясное учение Священного Писания. Теперь, второе. Что может быть в основу правил положено? Могут быть положены принципы, принципы, на основании которых Церковь судит о явлениях, с которыми встречается в практической жизни. Еще раз, братья и сестры, вот это интересный вопрос. Вот мы о нем сейчас больше остановимся. Значит, могут быть правила сформулированы или извлечены из принципов, на основании которых, библейских принципов, на основании которых Церковь судит о явлениях, с которыми встречается в практической жизни. Ну, например, внешний вид христианина. Или наше отношение к музыке, к разным видам музыки. Вот здесь уже принцип. Вот не все, как бы, по букве, как вот говорят, вот когда задают вопрос, а где это написано? Вот покажи мне, вот пальцем, вот черным по белому, вот музыку рок-н-ролл слушать нельзя. Ну, например. Но мы такого ясно не найдем. Или, например, смотреть телевизор, или увлекаться компьютерными играми. Естественно, в Библии, когда она даже писалась, еще этого не было. Так ведь, друзья? Но принципы, они-то есть в Священном Писании. А принципы какие? Ну, например, один из принципов. Не любите мир, а не того, что в мире. То есть, что в мире принято, за норму, в Церкви Христовой. Вот мы вчера слышали хорошую беседу, началось наше молодежное общение. Что такое Церковь? Кто составляет Церковь? Вот мы кто, братья-сёстры, кто в Церковь вошли? Как нас называют Священное Писание? Святые. Царственное священство. Род избранный. Вы письмо Христово. То есть, на нас смотрят. Вы сделались позорищем для мира, для ангелов и для человеков. То есть, Церковь Христова – это объект пристального внимания. Все на неё смотрят. Церковь – это отражение славы Божьей. А мы порой, знаете, как-то вот так. Вот вчера тоже одну цитату, когда Владислав Васильевич высвечивал свою презентацию. Там Ницше, такой великий безбожник, так он интересную вещь сказал, что «Я бы верил, если бы видел, что верующие живут как спасённые». Верующие живут как спасённые. Я бы поверил. Но я смотрю на жизнь верующих, и они не так живут, как должны. Братья и сёстры, на нас лежит ответственность. Мы всё-таки должны жить как спасённые люди. Царственное священство. Принципы. Вот давайте с вами рассмотрим такой принцип. Или правило. Вернее, правило. Правило – церковное правило. И мы с вами сейчас разберём, какой здесь принцип в основании этого правила. А правило такое. В церквах нашего братства есть запрет на дружбу между юношей и девушкой. Вот есть запрет. Давайте мы с вами разберём. Ну, нет такого в Писании. Опять же, мы не найдём, что-то, например, в послании к Титу, там в третьей главе мы читаем, юноши не должны дружить с девушками, или девушки не дружить с юношами. То есть такого конкретного мы не найдём. Ну, а почему в церквах нашего братства это вменено в правило, и почему даже за это есть некое, ну, предусматривающее дисциплинарное взыскание, когда это нарушается? Давайте рассмотрим, почему. Какой принцип положен в основу? Да, не написано как будто. Или всё-таки что-то написано? Ну, какой принцип? Принцип целомудрия, скромности, правильно? А вот давайте я вам такое дам, как бы, направление. Вот. Ну, как я, понимаете, вопросы? В частности, этот вопрос. Как вы понимаете, как вы можете прокомментировать слова Иисуса Христа? Вот он сказал однажды такую вещь. Вообще, учение Иисуса Христа, вы знаете, я чем больше читаю Евангелие, вот я раньше считал Ветхий Завет очень строгим, я увидел в учении Иисуса Христа больше радикальности, чем в учениях Ветхого Завета. У меня даже больше трепета и страха появляется, когда я читаю Евангелие. Ну, например, он говорит, если соблазняет тебя глаз твой, вырви его и брось от себя. Лучше тебе без глаза войти в жизнь, чем с двумя глазами в озеро огненное попасть. Или тебя рука соблазняет, отсеки её, лучше без руки. Или нога соблазняет, без ноги. Какой здесь принцип? Вот вы видели такое вообще в практике, что вот, что без рук тут без глаз бы вот мы собрались? Или у нас никого не соблазняет грех? Это метафора. Но в ней какой-то принцип. А какой принцип? Как бы вы его поняли? Вот как вы его можете прокомментировать? Вот вы же все Евангелие читаете в церкви, ну, многие члены церкви. Как вы это прокомментируете? Друзья, давайте я тогда сам буду объяснять уже, раз вы стесняетесь. Я бы так назвал этот принцип. Здесь вот в провозглашённом Христе учение, это же Христа учение, понимаете? А учение, оно в чём заключается? Как отсечение, принцип отсечения. То есть между мною и грехом есть какое-то расстояние. И вот на расстоянии вытянутой руки. Отсеки себе руку, чтобы тебе не дотянуться. То есть у тебя появится тяга, а ты сделай так, чтобы грех был дальше. То есть поставь какое-то препятствие, поставь какой-то забор этому. И вот одно из препятствий, почему нельзя дружить, потому что когда дружба начинается, мы вот правильно, брат, подсказал, это есть некое обольщение, что да мы просто как вот брат и сестра. Но это не просто. Практика жизни показывает, сколько потом проблем, сколько слёз, потом церковных взысканий, и потом греха и травмы на всю жизнь. И поэтому здесь я бы назвал это принцип отсечения. Христос провозглашает такой принцип. Сделай грех подальше от себя. Отделись от него. Про его написано, что это был человек, который был богобоязненный и удаляющийся от зла. У него была дистанция, понимаете, со злом. И поэтому, когда братья вот этот принцип или правило провозгласили, дружба, запрет на дружбу в наших церках нашего братства, это вот именно этот принцип. Отдали грех от себя. Как можно дальше. Потому что, Соломон говорит, я, говорит, четыре вещи не понимаю. Как корабль плывёт, как ещё там он рассказывает, как там орёл на небе летает, и как мужчина к женщине идёт. Я, говорит, не понимаю, как это всё. Мы не можем объяснить, как раз и какой-то грех, и какая-то нечистота рождается. То есть, друзья, вот, ну, вы согласны или нет? Подразумевается какая дружба, когда говорят, как я вступлю в брак, я же его совсем не знаю, вот мне надо поближе познакомиться. И вот как это в мире происходит, там так знакомятся, что все детали знают друг о друге. Но это помогает ли сохранять этот брак? Вот, братья и сёстры, включите логику. Браки в мире, они прочны или нет? А там тоже говорят, что это идти, чуть не сказал сочитываться, то есть, ну, расписываться. Мало ли это чего. Давай, ну, посмотрим друг на друга, побудем вместе, и эксперимент проведём. Но так в мире. И вот эта мирская идеология, она идёт в церковь. А в церкви как мы учим? Ну, хочешь ты, брат, жениться? Молись Богу. Проси у Бога благоволения. Живи для Бога. И Бог тебе даст ясность в этом вопросе. И вот здесь вот есть много братьев, если бы они сейчас встали и рассказали, как они женились, без всяких дружб, а по воле Божьей, а с молитвой, с переживанием, с постом, и как они радуются, они могут сейчас, ну, рассказать о том, как они счастливы. И я не думаю, что будет счастлив тот, кто каким-то образом дружил там, и он прям всё узнал, и вот это моя половина, я её нашёл, или я её нашла. Итак, братья и сёстры, вот смотрите, итак, в основу церковных правил положено, ясное учение Писания есть, а второе, могут быть положены принципы, на основании которых церковь, я подчёркиваю, церковь, ключевое слово, судит. Вы знаете, есть вот в Евангелии от Матфея, в 18 главе, там есть такой текст, который говорит о том, что церковь может связывать и развязывать. Вот говорят, кто это решил? Церковь. А я с решением церкви, например, говорю, я не согласен. Ну, тогда вот это, несогласие с решением церкви, это грех. Тогда кто выбирает, кто решение принимает? Вот я ещё себе заметил так, обычно вот эти правила принимаются на членских собраниях, на съездах или на братских совещаниях. То есть, основная цель церковных правил содействовать исполнению принципов вероучения повседневной жизни. И ещё, церковные правила создаются для безопасности, духовной безопасности. Вообще, все правила для безопасности, а церковные правила тоже для нашей духовной безопасности, чтобы предотвратить наше осквернение и сохранить единение с Господом. И вот это называют фарисейство. Братья и сёстры, фарисейство – это совсем не то. Знаете, нельзя такими фразами раскидываться, многие раскидываются, не понимая сущности, что такое фарисейство, что такое закончество. Вы законники, говорят. Вы фарисеи. Вот давайте немножко о фарисеях. Ещё у нас чуть-чуть время есть о фарисеях. Евангелие от Матфея, пятнадцатая глава, там второй, третий стихи. В третьем стихе у Христа получился диалог. Значит, они пришли, его упрекают, смотрят на его практику жизни и говорят, слушай, ты, как ты, и ты, и ученики твои, вы не как мы, вы вообще далеки, вы как бы не святые. А он им сказал в ответ, зачем и вы приступаете заповедь Божию преданием вашим, ради предания вашего. Приступаете заповедь Божию ради предания вашего. Вот смотрите, правило, оно должно быть вторым, как бы, да? А первое, вероучение. Вот есть вероучение, есть догматика, есть 613 заповедей закона. Вы своим, вот этим преданием или своим учением, или своей традицией, кстати, в подлиннике там написано вот это предание, слово, буквально традиция. Вы своей традицией, или вы своим правилом выдуманным, вы устраняете заповедь Божию. Вот, вот фарисейство. Устранили заповедь Божию преданием вашим. А что они делали? И он приводит пример. Вы говорите отцу или матери, я бы тебе папа с мамой дал, вот, ну, материальную помощь, но дело в том, что я Бога так сильно люблю, что я Ему все отдал, а тебе уж извини, ничего не будет. Ну, это я так пересказываю своими словами. И он говорит, Христос говорит, что вы нарушаете, устранили заповедь Божию, типа, первую заповедь вы соблюдаете, а вы пятую нарушили. Так соблюдайте первую и пятую. И Бога любите, и родители чтите. Это перекос права у них. Теперь другой пример. Евангелие Матфея, 19 глава, с 3 по 10 стихи, там, теперь смотрите, радикальность учения Иисуса Христа. Ему задают вопрос, а можно разводиться? А он говорит, нет. Как нет? А Моисей разрешил? Там надо смотреть, какой стих. Ну, друзья, я буду так комментировать, я думаю, мы понимаем смысл. Моисей, да, разрешил разводное письмо, а он говорит, нет. Ну, Моисей, да, разрешил, но это по жестокосердию вашему. А вообще-то, если взять догму о семье и браке, в сути, в сущности, то он говорит, когда люди вступают в брак, это не как две картошки в одной, ну, как сказать, сумке. Вот, положили картошку и вторую, вот они лежат, две там бьются. Это как, знаете, как я в одной книге прочитал, хорошее сравнение. Когда люди вступают в брак, это вот, это прилепиться, это вот взять лист бумаги, клеем намазать и второй лист приклеить. И он говорит, теперь попробуйте разорвать. Но люди это делают, но это портит все. И тот листок бумаги, и тот листок бумаги, все портится. То есть, понимаете, теперь, когда он это сказал, дело в том, что не только фарисеи возмутились. Помните, что сказали ученики? Им понравилось то, что сказал Христос? Вот это правило, или вот это вот вероучение. В своей сути, оно понравилось или нет? Оно не понравилось. Поэтому, братья и сестры, вот, знаете, учение Иисуса Христа, оно, да, оно такое, как я сказал, радикальное, строгое, но оно содержит призыв к самоотречению, к посвящению себя на служение Богу и людям. И вот эти все ограничения, запреты есть на что? На похотливость, на эгоизм, на гордость. Но это спасение, это святость, это истинное счастье. Ну, теперь немножко еще о традициях. Я не знаю уже, традиции, что такое традиция? Я просто скажу, как я себе сформулирую, традиция это обычай установленный, это обычай, запятая, установившийся порядок в повседневном, в поведении, в быту. Это я взял из Википедии. А сам я написал такую формулировку. Традиция это больше действие организационного порядка, направленное на более эффективное выражение нашего богопочитания. Еще раз. Традиция это больше действие организационного порядка, направленное на более эффективное выражение нашего богопочитания. Поэтому изменение традиций существует еще, как бы сказать, бывает почаще, а изменение правил практически не бывает. Вот я, знаете, я в церкви, кстати, 6 июня, будет 40 лет, как я принял крещение. Я 40 лет в церкви. За все это время, сколько я был в церкви, я пытался вспомнить и себе записать, когда же церковные правила поменялись. Например, запрет на дружбу. Вот он был и есть. И мы его не планируем менять. Сухой закон. Не употреблять алкоголь. Он был и есть, и никто его не думает менять. Вопрос, еще один вопрос. Кстати, он оговорен даже вот в вероучении. Деторождение. Уклонение от деторождения. Там написано в учении о семье и браке. Уклонение от деторождения-грех. Это тоже правило, которое никто менять не будет. Потому что оно как бы косвенным образом прописано в Священном Писании. То есть есть, так не написано буквально, что вот это грех. Но принцип из всех текстов, которые мы соберем о браке и семье, мы видим, что это грех. Что этого делать нельзя. Не дал нам права Бог распоряжаться жизнью. Не дал нам права Бог. А традиции? Что такое традиции? Ну, а традиции, вот я себе перечень традиций написал. Ну, например, подарки на Рождество. Ну, можно дарить, можно не дарить, да? Ну, мы уже так вот в нашу жизнь вошло. Думаю, если не подарим, то грех сделаем. Значит, дарим мы подарки и каждый раз как бы, ну, вкладываемся в это. Обед на праздник жатвы. Это тоже традиция. Ну, возможно, его и можно изменить. Можно и отказаться от него. Но он есть, и слава Богу. Это нам помогает, вот как я здесь записал, более эффективно выражать наше богопочитание, наше отношение друг к другу к Богу и друг к другу. Ну, например, вот материальное служение, кстати. Вот материальное служение. Вы, наверное, не застали. Вот сейчас, как совершается материальное служение? Вообще, материальное служение, это, оно прописано в Священном Писании? А? Или это, опять же, выдумка братьев? Прописано. А вот форма, как это делается? Вот это уже традиция. Вот сейчас у нас какая традиция? Как мы совершаем материальное пожертвование? Как мы совершаем? Вот там стоит ящик, мы называем его сокровищницы. И человек приходит или выходит, и он туда опускает деньги. А вы, наверное, не застали, а я застал. То было такое. Ряды, и братья между рядами ходят, у них такие сумки с очки. Как сычок такой. И он так раз вот передает, и туда люди деньги ложат. Или тарелка пускалась по рядам. Или я помню в Хабаровске, вот у Семена Кирилловича, когда собрания еще были в его доме, там на столе стояла тарелка, народу было немного, и кто-то, например, вытащил пять рублей. На, передай. Я взял, передал. Помню, как один брат вышел, вот так взял. Там тарелочка, там скатерть, там скатерть поднял. Пять рублей, кто больше? Раз закрыл. Ну, то есть, вот такая была практика. То есть, с тарелкой ходили, с очком ходили. Потом на каком-то этапе посмотрели, что это как будто, ну, какой-то некий соблазн, как будто какое-то вымогательство. Отменили эту традицию, поменяли на другую. Служение материальное изменять нельзя, потому что это заповедь Божья. А форму поменяли. Форму поменяли. Ну, и так дальше. Поздравление именинников с днем рождения. Тоже, когда-то этих, в некоторых церквах даже этих традиций нет. В каких-то церквах есть. Ну, вот, братья и сестры, все, что я хотел сказать о традициях. Значит, мы разбирали три вопроса, с чем мы встречаемся в церкви, в церковном учении. Это вероучение, это основополагающие догмы, истины библейские, которые мы соблюдаем. Теперь, церковные правила – это то, что мы тоже извлекаем из Священного Писания, и они как бы детализируют вот это вероучение и помогают нам ориентироваться в практических вопросах жизни. В различных жизненных ситуациях. Ну, а традиции – это больше организационные вопросы. Итак, братья и сестры, что я… Мы сейчас помолимся, я хотел к чему сказать, повторить вот эту мысль, что учение Иисуса Христа, которое выражено в Евангелии, оно на самом деле содержит в себе такие моменты, знаете, элементы, какой-то смертью веет от учения Иисуса Христа. Но смертью на что? Смертью на гордость, смертью на похоть, смертью на наш эгоизм человеческий. И поэтому давайте, братья и сестры, вот к церковным правилам, к этим традициям, к этим запретам библейским, давайте вот вообще по-другому будем относиться. Не так, как это какая-то, знаете, рабская повинность, это вот от нас требует, вот мы это должны. А давайте поймем, что суть закона, который Бог провозгласил в Библии, Христос провозгласил, суть этого закона, она отражает Божье естество. И поэтому, знаете, вот, друзья, мне эта мысль недавно так по сердцу была, вот когда я ее понял, я прям возликовал. Вот мы иногда, знаете, как повинность отбываем, да вот я должен, вот я должен. А я посмотрел, для чего дан закон? Для чего дан закон? Вот, например, Давид в 18-м псалме 9-й стих, он пишет такие слова удивительные. Повеления Господа правильны, праведны, веселят сердце. Вот он не говорит, что повеления Господа, его запреты, его повеления, что они меня угнетают, они мне вот лишают радости, счастья. Нет, он говорит, они веселят сердце. Почему? Потому что, когда я исполняю повеления Господа, потому что, когда я делаю то, что Бог предписывает, то Бог меня как бы возвышает, Он поднимает меня на свой уровень. Я как бы принимаю богоподобный характер. Вот для этого закон нам дан, друзья, чтобы нас возвысить, чтобы нас из грешных сделать народом святым, людьми, взятыми в удел, чтобы мы были те люди, которые возвещают совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Вот это цель всех вот этих правил, постановлений, чтобы нас сохранить от осквернения, от греха, и чтобы мы жили в гармонии с Богом. Давайте, друзья, помолимся Богу, возблагодарим Его за Его Слово, за Его наставление, и за Его запреты, которые есть. И пусть Бог поможет нам внутренне и всердечно соглашаться с тем, что говорит Бог. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok